Иное измерение русской культуры Иван Фёдорович Горбунов В деньгах счастье Читает Евгений Бразов-Брышковский Говорят, не в деньгах счастье, а это, по нашему рассуждению, пустые бабьи слова. В деньгах всё счастье, вся сила в них. Другому, по его положению, цена грош, не стоящий он никакого внимания. А ежели ему такая фортуна выйдет, хозяину выручку хорошо слазит, или другой какой оборот фальшивый сделает, его сейчас и цена высокая. Да вот, на моей памяти случай был. Хозяйская дочь, мальчика, без роду, без племени, с улицы в дом привела, грамоте его обучила, а как стал подрастать, сейчас его к должности определила. С первоначалу хозяйские сапоги чистить, аль там салоп в театре стеречь, а после к лавке приставили. Смотрим, паренёк выходит шустрый, заполучка, ежели небольшой, к покупателю пошлёшь и с души вытянет. И такой ему дал бог насчёт этого понятия, как с покупателя деньги стребовать, даже нам было удивительно. Выровнялся паренёк и стал во всей форме. Хозяева стали его с собой за стол сажать, а там и приказчиком сделали. Хозяйка уж было ладило за него дочь отдать. Кривоболкенькая она у них была, никто не брал. Только амбиция купическая не позволяла. Как есть из ничтожных людей, голый мещанин. А тот взял это себе сейчас в понятие и говорит хозяину. Вся ваша воля, а существовать без вашей дочки я не могу. А так матери, как угодно говорит, в своём саду на яблоне удавлюсь, если за него не отдадите. Подумали хозяева, со сродственниками посоветовались. Один с родственниками говорит. Товар, сами видите, не первосортный. За стекло не выставишь. Отдавайте как есть. Вы его благодетели и будет он для вас стараться. Делать нечего. Обручается раб Божий Василий, рабе Божьи Гликерий. И фукнул через три года этот раб Божий Василий, своего тестя, раба Божия Тарасия, по-родственному. И так фукнул, что от него только пух полетел. И супругу свою назад к родителям прислал. Извольте, обратно, говорит, получить больше не требуется. Ублаготворён. Про между орфистками не в пример есть красивее. Обругали его в публике с первоначалу разными словами. А опосля опять в хорошие люди записали. Придёт он в клуб, сядет за стол, выставит бутылку шампанского. Да, как перепелов на неё мимоходящую публику и наманивает. Милости просим, стаканчик. Покорнейше благодарим. Очень приятно. И так превозвысился на хозяйские деньги. Благотворительным членом где-то сделался. В депутациях разных стал ходить. Слова за обедом говорить. Набег своих рысаков выпущать. В трактире комнату велел на свой вкус отделать, чтобы ему там с орфистками завседа присутствовать. А рапа какого-то заблудшего в халуи нанял. Смотрим. В банк директором сел. Все около него так и вьются, так и корчатся. Сила. И стал он подчищать этот банк. Сначала так помаленьку, пока в настоящие делов не распознал. А там пошибче. А там уже в газетах стали печатать, что в банке дело не чисто. Года два печатали, а деньги там всё подсылали. Кто-то догадался, внезапную назначили. Собралась эта внезапная во французском ресторане. Сговорилась, как действовать, и налетела на банк. Пожалуйте книги. Извольте получить. Позвольте освидетельствовать наличность. Мы наличности не касались. Мы подписывали. Наличностью заведовал Василий Сергеевич. Василий Сергеевич, позвольте наличность. Только нос обтёр. Вот тебе и наличность. И завизжали вкладчики на 12 голосов. Потащили директора в суд. Прокурор говорит. Расхитил чужую собственность тяжким трудом и лишениями скопленными бедным народом деньги. Защитник говорит. Никак невозможно, чтобы человек, сам вышедший из народа, воспитанный в благочестивом купеческом семействе, решился на мошенничество. Тут какое-нибудь недоразумение. Присяжные говорят. Воровал с полным разумением. Суд говорит. Лишите его всех особенных прав. А директор себе говорит. Все права мои при мне в кармане. А особенных мне не надобно. А свезли его в места не столь отдалённые. Не живёт он там припеваючи, приговаривая. Чудесно в тихо отдаленных местах жить с деньгами. Читано по изданию Полное собрание сочинения Ивана Фёдоровича Горбунова Под редакцией с предисловием Анатолия Фёдоровича Кони Третье издание Дом 1 Санкт-Петербург Издание Маркса 1904 год Продолжение следует...